Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев Всемирная торговая организация является авторитетной международной структурой, координирующей многосторонние межгосударственные торговые отношения. 95% мировой торговли приходится на 164 страны-члены организации. Главная задача организации – содействие устойчивому развитию стран и улучшению благосостояния их населения через обеспечение и расширение свободных и прозрачных торговых связей. Это полностью соответствует целям реализуемых в Узбекистане экономических реформ. Прежде половину экспорта нашей страны составляло хлопковое волокно. После полного отказа от экспорта хлопка сырца поставки за рубеж готовой одежды увеличились в 4 раза, а текстиля превысили 3 миллиарда долларов. В результате присоединения Узбекистана к системе GSP Plus в 2021 году экспорт готовой продукции на европейский рынок увеличился в полтора раза. Вступление в ВТО предоставит еще более широкие возможности для увеличения экспорта готовой продукции. Именно поэтому Узбекистан в 2019 году перезапустил процесс вступления в эту международную структуру и за минувший период сделал уверенные шаги в этом направлении. На совещании глава государства подчеркнул, что наша страна должна непременно вступить в ВТО и отметил экономическую значимость этой задачи. «В ближайшие три года мы планируем удвоить экспорт готовой продукции. Единственный способ добиться этого – стать членом Всемирной торговой организации. Это позволит наладить систему справедливой торговли со 164 странами и обрести стабильные рынки», – сказал Шавкат Марзиоев. О необходимости ускорения этого процесса президент говорил в своем прошлогоднем послании. С этой целью были проведены двусторонние переговоры с более чем 50 странами, входящими во Всемирную торговую организацию. В марте текущего года в ВТО состоялось шестое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана. В ходе презентации обсуждены вопросы, поднятые государственными членами организации в ходе переговоров. Данные поручения по гармонизации национального законодательства, исходя из соглашений ВТО, приведению процедур и стандартов в соответствии с международными требованиями, указано на необходимость привлечения иностранных консультантов, формирования рабочих групп, системного взаимодействия всех министерств и посольств в этом направлении.